добрый вечер я алексей в эфире специальный выпуск новостей тема выпуска проходящие в москве гайдаровский форум 2021 ситуацию 2020 года можно назвать уникальной несмотря на пандемию нынешний кризис не потребовал структурных реформ а также дал старт для формирования новой модели экономического роста мы быстро справились с кризисом но не было созидательного разрушения заявил ректор анхикс владимир мау выступая модератором на экспертной дискуссии непростой разговор об экономическом росте сессии приняли участие министр финансов рф антон силуанов министр экономического развития рф максим решетников и председатель банка россии эльвира набиулина по словам антона силуанова в целом российская экономика справилась с проблемами которые принес 2020 год мы закрыли предприятие объявили локдаун чтобы обеспечить и сохранить жизнь и здоровье наших людей но это было оправдано и мы помогли в этот момент и людям помогли бизнесу предприятиям то есть по сути мы через бюджетные возможности минимизировали последствия таких решений помогая бизнесу и гражданам сказал силуанов в то же время он подчеркнул что злоупотребление государственными инвестициями может навредить экономике в такое сложное время как прошлый год конечно государственные инвестиции должны увеличиваться и быть катализатором роста но здесь перебарщивать нельзя не нужно увлекаться такими идеями потому что не надо мешать частным инвестициям считает министр говоря об экономическом росте в целом антон силуанов со времен великой депрессии ключевой задач экономической политики как мы говорили было обеспечение темпов экономического роста и в условиях пандемии кстати и в условиях финансовых здесь 8 9 годов как я говорил практически все развитые страны пожертвовали экономикой на ради социальной ну в восьмом девятом году ради социальной политической стабильности сейчас ради спасения жизни 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 людей означает ли это что благосостояние качество жизни выходит на первый план видите ли вы вот этот конфликт параметр роста роста и благосостояние роста и стабильности антон георгий можем с вас начать спасибо за интересная постановка вопроса я думаю что здесь не надо противоставлять одно другому благосостояние рост задача любого государства конечно благосостояние обеспечить благосостояние своих граждан рост их доходов качество услуг и так далее и для этого для этого как раз один из самых главных инструментов это экономический рост потому что будет экономический рост будет и занятость будет доход населения будет и бюджетное поступление которое потом обратно возвращается гражданам поэтому безусловно конечная цель это рост благосостояния инструмент для достижения обеспечения экономического роста теперь вопрос он как бы что за рост нам нужен вы правильно своем вступительном слове сказали о том что рост бывает разный можно обеспечивать рост но он не ведет к созданию какого долгосрочного добавочного продукта который обеспечивает благосостояние граждан самый простой пример если взять не знаю копали яму закопали яму вроде как сказать все трудились все пыхтели но получали заработную плату но никакого добавочного продукта впоследствии это инвестиции несет или как у нас рост был помните несколько лет назад когда росли цены на нефть цены на нефть выросли рост был потом цены снизились тоже как сказать повлиял на экономический рост поэтому важно качество роста качество роста очень важно который бы приводил к созданию новых новых экономик который бы обеспечивал современную экономику современными рабочими местами современными технологиями такой рост нам нам нужен если это правильно сказать что мы в прошлом году как и все страны пожертвовали начать ростом ради здоровья ради жизни наши граждане закрыли предприятия мы объявили локдаун для того чтобы обеспечить сохранить жизнь и здоровье наших людей вот это было это было оправданно и мы помогли как государство и людям в этом в этот момент помогли бизнесу предприятиям то есть по сути мы через наши возможности через бюджетные возможности минимизировали последствия такого локда последствия таких решений помогая и бизнесу и гражданам и кажется мы очень неплохо сработали действительно у нас не запредельные уровни долга у нас не выросли показатели там разбалансированности бюджетные финансовые системы поэтому мне кажется вот это точное решение которое были направлены на помощь людям и бизнесу позволили как раз пройти этот сложный период